Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции «Родители как естественные воспитатели детей». Сегодня будем рассматривать такие вопросы. Первое – особенности материнского воспитания. Второе – отец как воспитатель. Третье – бабушки и дедушки как воспитатели. Материнство – естественный и эффективный механизм социализации и воспитания детей. Самой природой отцу и матери отведены роли естественных воспитателей своих детей. Согласно законодательству, отец и мать наделены равными правами и обязанностями в отношении детей. Изучение данного вопроса показывает, что роль матери и отца в семье как в воспитательном микроколлективе большая, но не равноценная. Матери от природы отведена более значимая глубинная роль в семейном воспитании. Она обусловлена только ей присущими функциями. Создавать и оберегать семью. Пробуждать у мужчины отца и детей чувства родственной любви и кровных связей. Осуществлять неразрывные семейные связи, в основе которых находятся физиологические контакты матери с ребенком, который еще не родился. Мать, в отличие от отца, более остро чувствует эти связи, либо она живет одной жизнью с ребенком, организм которого развивается в огромнейшей и тончайшей зависимости от материнского. Особенности материнского воспитания заключаются в развитии эмоциональной сферы ребенка посредством чувства любви и привязанности, участия, сопереживания, сочувствия родным, близким, окружающим людям. Формирование через самое непосредственное общение с ребенком доброты, сердечности, милосердия, чуткости, нежности, правдивости, искренности. Возможности помочь ребенку приобрести первый положительный жизненный опыт через общение, игру, труд, познание. Создание благоприятной семейной атмосферы, которая содействует социализации, воспитанию и развитию ребенка. Отцовство не менее значимо в воспитании детей, нежели материнство. В середине 20-го столетия в мире наметился поворот к новому отцовству. Традиционная роль отца была связана с заботой о материальном положении семьи, с вопросами стратегии и политики семейной жизни, наследования и так далее. При этом он будто бы стоял в стороне от отношения мать-ребенок. Современные отцы все чаще берут на себя ответственность как за моральное, так и за интеллектуальное воспитание детей, за их будущее и трудоустройство. Наблюдения показывают, что положительная сторона отцовского воспитания заключается в развитии у детей ответственности и требовательности к себе и другим, формировании у детей, особенно у мальчиков, таких положительных мужских качеств, как мужество, упорство, решительность, трудолюбие, инициативность, воспитание чувства ответственности перед семьей, родными, соотечественниками, обществом. А также бабушка и дедушка, прародители, родители, после родителей, это самые родные для ребенка люди. Их отношения к внукам имеют эмоциональную основу, лишены расчета и рассудочного начала, подлинно бескорыстные. Участие прародителей в воспитании современных внуков сопряжено с разными противоречиями. В основной массе родители приветствуют, если бабушки и дедушки взявляют желание помочь в воспитании внуков, но не всегда это проходит без трений между поколениями. Как правило, бабушки и дедушки эмоционально связаны с внуками, способны откликаться на бесконечные детские просьбы и вопросы, которым так некогда прислушаться вечно куда-то спешащим и занятым личными проблемами родителям. У них, даже если они еще работают, находится время и главное желание выслушать ребенка, вникнуть в его переживания, разделить его радости и беды, дать добрый совет. Нежность и доброта бабушки и дедушки уравнивешивают возможную строгость родителей. Интересно, что восприятие ребенка бабушкой и дедушкой родителями несколько отличается. Главным образом тем, что у старшего поколения глаза оказываются добрее, чем у взрослых детей. Несомненно, что в вопросах воспитания бабушки и дедушки бывают мудрее в силу того, что у них есть опыт общения с малышами. Уже заметнее стали педагогические достижения и промахи в отношении собственных детей. Современные бабушки и дедушки подавляющим большинством своим грамотные и культурные люди. Они способны не просто нянчить внучат, но и оказывать на них нравственное влияние, расширять их кругозор, делать их жизнь более надежной, защищенной и устойчивой. На этом лекция окончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...